здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаем тему московского воспитательного дома и в этот раз вот в этом видео это разбор одного из комментариев комментарии кстати очень много интересных благодаря у вас надо будет сделать обязательно зарисовки по этим комментариям но вот в этом конкретно фильме в этом ролике именно по символике московского воспитательного дома пеликан я в прошлом видео в 4 серии уже упомянул что пеликан это масонский символ 18 градуса символ масонов масоны они связаны напрямую со всеми этими сатанистами глобалисты глобалистскими они связаны со всеми кровавыми ритуалами ну может быть не не все масоны но тем не менее это вся структура она в этом замешана и это опутала всю целой сетью весь земной шар и после того как оккупировали советский союз из-за предателя горбачева первую очередь который якобы там противостоял ельцину на самом деле они работали в паре и горбачев к нам завез в общем-то он рекламировал 97 году пиццу гейтс пиццу хат я подробно разбирала своем ролике что там именно педофильские символы что горбачев открыл им дорожку сюда в россию и по поводу пеликана был такой комментарий 4 серии воспитательного дома галина а ведь в россии учителю года вручают хрустального пеликана написала татьяна колесникова так вот татьяна колесникова сделала абсолютно верная верную подсказку я стала изучать эту символику я стала искать что означает этот пеликан ну пеликан кормящие своих детей там символ мира милосердия доброты заботы самопожертвования но оказывается что это статуеточку стали вручать и вот эту премию года на примере американских премий года то есть они все стали слизывать с америки это уже в конце 90-х годов 1989 году и вручал учреждал эту премию тоже горбачев то есть он конкретно в теме то что он пиццу уже сделал участвовал рекламе пиццы чисто педофильские символизм там я его полностью разобрала там просто очевидно хотя ну как бы изначально это там скрыто непонятно но символы на самом деле вытащены самое главное что все тайное становится явно так и с пеликаном вот этой хрустальным пеликаном это тоже все началось при горбачеве то есть при нем педофилы сюда полезны потому что при советском союзе это было невозможно там были нагрудные знаки там были награды нормальные нормальные человеческие награды вот эта вся символика она пошла туда запада сатанинского запада и буш я нашла эту информацию именно буш том числе буш и рейган и они тоже все были в общем-то в этом участвовали и замешаны в педофилии отец буш и по крайней мере это есть все в интернете все в открытом доступе можно загуглить эти все вещи и в общем то убедиться да к сожалению вот только сейчас мы это начинаем скрывать мы только начинаем осознавать глубину масштаб вообще вот этой мерзости которая хлынула к нам из-за этих предателей которых наверное не знаю ну в советском союзе статьям никто ее не отменил потому что законодательство советского союза действует до сих пор измена родине 64 статья за педофилию смертной казни за это тоже все смертной казни так что если все-таки мы восстановим свой союз свою советскую власть законодательство то всем этим ребятам придется отвечать они не хотят естественно они хотят продолжить вот это вот все свое сумасшествие здесь на планете земля добить население планеты они как вирус как психопаты но что поделаешь самое главное не впадать в отчаяние как говорил глеб жеглов а изобличать их разбираться в этом потому что когда эти знаки становятся из тайных становятся явными они теряют свою силу это как психология то что подавлено будет выдавлено бессознательное оно начинает проявляться в виде событий как проекция а когда она высвечивается вытаскивается из бессознательного в сознание то происходит катарсия что называется происходит перестановка и это все можно убрать уничтожить стереть изменить в общем то чем мы занимаемся мы занимаемся такой коллективной психотерапии нам надо излечивать свое общество себя пока мы окончательно не погибли вместе с этими придурками и так почему птица пеликан стала символом лучшего учителя года вот задаюсь я таким вопросом долго я искала информацию не было не было не было нужной мне информации и все-таки мои поиски увенчались успехом нашла я вот эту тему тем уже заблокирована связи длительным отсутствием новых сообщений тема была 2012 году почему птица пеликан стала символом лучшего учителя года вестиру в кремле чествовали победители всероссийского конкурса учитель года с финалистами на торжественной церемонии и в екатерининском зале встретился владимир путин в этом году в конкурсе участвовали около миллиона человек и так далее признали лучшими педагогами и так первого вот этого пеликана как символику вручает именно горбачев это исторические данные тут путин речь сказал но дело не в этом а дело в комментариях вот переписываются люди и человек под ником курага сижу на мою голову почему именно пеликан может от того что учит всех как надо рыбку ловите известно что пеликаны именно рыбу ловит у кого какие варианты и вот начинают то что есть на виду пеликан символизирует самопожертвование и родительскую любовь а также милосердие это по китайской символике а честно говоря разве пеликана у нас россии водится вот какой-то тушно это наверное женщина вот под этим ником курага китайская символика это конечно интересно но все же почему именно пеликан но потому что сила и мощь ему отвечают или ей пеликан представляет собой символ самоотверженной родительской любви по преданию это птицы жившие в долине нила спасала своих птенцов от смерти на поих их своей кровью своеобразным отголоском этой легенды о самопожертвовании ради детей является символический приз лучшим учитель года в россии хрустальная статуэтка пеликана а вот это из вики вот люди считают эту информацию и даже ну самопожертвование о том что кормит своим своих птенцов и раннехристианский символ связанный с иисусом христом тоже о самопожертвовании свою кровь ради спасения человечества а в скандинавии пеликан эмблема доноров вот я прошу вас на это обратить внимание это это общее цитаты из википедии человек написал а вот кураган они унимаются я понимаю китайского их и африканцев их отношение к пеликану уважаю а вот нашей стране какая легенда о пеликанах есть и вообще водятся ли они у нас почему пеликан символ учителя лучшего вот не пойму никак и все почему тогда не фламинго у него тоже клюв жуткий потому что гладиолус так хорошо к россии наверное гуси-лебеди ближе и роднее предлагаю кукушку отвечают емко и креативно не кукушка антипедагогично яйца в чужие дни он заподбрасывает вот у нас пошел уже тут диалог такой который раскручивается раскручивается и придет к той семье в общем-то по всей видимости которые и находятся в сути этой эмблемы пеликана глупы как пробки значит опять пеликан символ петербургского воспитательного дома московского воспитательного дома остается символом педагогического университета никто не пишет кстати про масонский символ пеликана а вот курагане унимается как-то жутко про кровь и мясо для питания а наши легенды где понимаю сирийцев и прочих где наше предание далеких и недалеких предков пеликан кстати сущий птеродактиль дальше пеликаны едят рыбу она состоит из мяса и крови прочим как коровы и свиньи которых едят люди далее вот владимир говорят пеликан стал символом образования в силу звучания с арфалак небесный свод небо по-арабски сама созвучно сема смысл счислительным 7 обозначающийся времен шумер семер уровень духа знаний седьмой день седьмое дно уровень творения польше пеликана не водится но пеликан шлях шляхетский герб потому что поляки пронумерованы семеркой и самый знаменитый поляк астроном коперник изучавший небосвод фалак сталин понимал значение символа поэтому при нем система образования была построена на семерках в семь лет принимали в школу обязательный цвет чернил был фиолетовым седьмым по счету цветом радуги базовым образованием была семилетка учебный год начинался сентября который по латински севт а ну от саббат 7 то есть при нем через семерки настраивали мозг детей на освоение знаний а учителей и систему образования в целом на высшие достижения в деле последствия понимающие смысл семерок антисталинисты семерки системы образования убрали что и сопроводилось значительным падением его уровня особенно в ходе либеральных реформ учителя овладевайте семьей начните осознавать смысл и слов если вы не осознаете смысла терминов которыми оперируете на уроках стало быть не можете разъяснить детям их истинную этимологию то вы зомби которого запрограммировали зомбировать учеников гениально поставлю ему здесь регистрироваться поставила бы ему лайк интересно как вы все разъяснили вот это вот курагане унимается это по пути что сталин был оказывается умен в этих вопросах а я-то задумалась прямо так почему же все-таки пеликан афро-сирийская какой-то там символ а почему белый леопард потому что гладиолус потому что непробиваемый марат никак вот мира марат не унимается потому что кормящий детей своих вот марат зомби самый настоящий который которого уже раздражают вопросы вот этой кураги дотошный курага опять геральдика тошнит уже от нее и учителей туда загоняет в пеликана а вы женщина да всегда думал что вы м вообще-то розовый пеликан питается младенцами олушей символ конечно странно странно не поймешь педагог или педофил вот мы уже подходим к истинной сути этого знака пеликаны от образования тоже питаются с олухов и кого загнули батенька нехорошо наоборот хорошо смотрите как пеликан с разных сторон раскрывает тему образования добавлю само имя пеликан происходит от обратного прочтения гелев кожух кожаный мешок который у него имеется в нижней части клюва гелев происходит от гульфа который покрывает га но это я не буду вам читать слух который обрезает у мальчиков на 8 день рождения у евреев гульфа который на головке созвучно с глупостью которая в голове если гульфа удаляет посредством образования то глупость посредством образования но у нас в образовании доминирует кодирующая педагогика поэтому глупость у нас не обрезается а наоборот культивируется так что пеликан выражает суть примере смотрела как-то передачу при пеликанах девушка какая-то пишет там показали что они ловят птенцов олушей заглатывают их живьем а потом отрыгивают полупереваренных олушей своим птенцам а те еще живые бедные шевелятся вот еще одно приближение к теме истинной сути этого символа у московского воспитательного дома пеликаны ходят между этими птицами выискивают бедных птенцов родители которых улетели за пищей и живьем заглатывают вот что такое пеликан название какая-то неподходящая олуши от слова олух видимо никто стало быть не знает почему пеликан стал символом лучшего учителя страны всея если кто знает то не скажет все очень просто от пеликанов толку практически нет ну разве только от очень немногих зато сколько его рыбы не корме он орет мало ему мало кстати не в тему а может быть в тему будет сказано федеральные власти озаботились утерей национального духовного кода обратились теперь его поисками а пеликан имеет к национальному духовному какое-то серьезное отношение я считаю что мы все у кого-то копируем точнее не мы чиновники напоминаю кстати это писал в двенадцатом году и внедряем это в масса потом говорим айде айде ту и и самая на шанс к это идея опять у нас идет повтор википедия но вот скандинавии пеликан эмблема доноров пеликан кроме того кстати это тоже важно вот что это эмблема доноров это опять таки подходит под суть пеликан кроме того является важнейшим алхимическим символом отчасти уже из-за упоминавшейся легенды отчасти из-за сходства его клюва парформе с риторты которые выменовали философским пеликаном вообще его именовали топором вот и клюв его именно топором это тоже официальная версия в якутии нужно сделать символом учителя кукушку и так но как посудите кукушка может быть символом учителя кукушка ассоциируется с подкидышами потому что слово пеликан созвучно со словом великан типа учителя это великаны для детей гениальный ответ а мне кажется что пеликан это есть символ утери национального духовного кода вот так вот эта дотошная женщина или кто там автор под ником курага в общем-то суть и сказала нам суть символа пеликан то есть это не что-то какое-то милосердие может быть милосердие для для кого-то для своего но за счет других потому что суть пеликана надо сначала узнать суть этой птицы то есть идти в суть вот выдается какой то символ вот кто-то что-то продвигает как нам продвигать продвинули клика триколор мы не удосужились никто в 90-е годы посмотреть внимательно откуда вообще взялся этот флаг но и не было возможности не было интернета и все вся информация была закрыта но теперь мы знаем откуда этот флаг это флаг американо-русской компании торговый флаг морской 19 века у меня есть фильм по этому поводу это все официальное знание ты не что-то я придумал я просто беру из официальных источников и говорю то есть нам власовский флаг подсунули еще торговые американской компании и назвали его государственным флагом которым он конечно же не является потому что торговая компания русско-американская или американо-русская торговая компания морская по морскому праву и вот так же нам подсунули пеликаны и может быть очень даже хорошие учителя хорошие люди но наивные доверчивые не вникли в смысл вот этого слова хотя вот люди все-таки в интернете как-то как-то задавались вопросами но все это кануло в море информации а мы сегодня это достали вот смотрите 9 лет прошло ну пошла я тоже в интернет посмотреть что же такое пеликан я вижу что это довольно неприглядный хищник вот пеликан съел чайку вот он ее жует да просто проглотил вместо корма пеликан поймал птицу пеликан съел голубя так хорошо и вот про олушей большие белые пеликаны появляют поедают живых цыплят олушей а цыплятки у нас у педофилов символ как раз маленьких детей ну вот как хотите так и крутите помимо того что это масонский чисто масонский символ не поедают этих цыплят олуши и живыми не переваренными отдают своим птенцам вот ловит просто идет то есть это хищник какое милосердие где тут у него милосердие у этой птицы они с беззащитными вот у родителей отнимают их беззащитных птенцов и поедают ночью не творят супер так что это не милосердие птички это хищники которые вот действительно беззащитных птиц просто берут у них жирают прямо на глазах родителей жирают этих детенышей и вот так он потом отходит знаю вот чудес мои что делать что творит вот что такое пеликан вот они вот они такие важные вот весь их символ да еще забыла сказать это послесловие что вот эту премию года лучший учитель года пеликан хрустальный пеликан связали именно с московским воспитательным домом то есть они перепрыгнули через советскую власть и опять вернулись к этой же теме к этим хищникам пеликаном которые пожирают живьем вот этих олухов а олухи ну как вот олухи олухи это какие-то невинные наивные существа которые совершенно безобидные которых можно просто жрать и не отвечать за это это конечно и дети бесхозные у которых нет родителей дети интернатские которых опять-таки нет родителей или родственников про которых никто не хватится то есть мы абсолютно не контролируем этих детей которые сейчас могут отдавать и педофилам и продавать на органы куда угодно причем это открытым текстом говорится этой информации полно в интернете и вот за этими благовидными символами за этими сладкими речами и словами людей вот вовлекают в это безобразие и хороших людей которые становятся соучастниками сами того не понимая пожалуйста будьте бдительны учителя все-таки вы и знания несете должны нести знания просвещение и сначала просветить и себя чтобы понимать чтобы не вляпаться что бы за что не был мучительно больно как нас школе учили словами островского николай островского жизнь прожить нужно так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы чтобы не жег позор за подлинненько миленькое прошлое чтобы умирает и мог сказать да я прожил свою жизнь не зря я понимаю что сейчас эти слова никто не учит школе но все педагоги которые сейчас есть может быть вы все-таки помните об этих словах может быть вы читали как закалялась сталь смотрите куда вас втягивают под этими символами что на самом деле за этим стоит благодарю за внимание надеюсь вам было познавательно полезно благодарю за комментарии следующий фильм будет опять посвящен комментариям с некоторым перерывом потому что я уезжаю на съемки поддерживайте канал делитесь этим видео всех вам благ с вами была галина конышева до свидания